Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу. Смотрите мосты, показываю вам как они выглядят. Второй садовый мост, общая длина 32, ширина 25. Конструктор, архитектор, инженер Бултунова и архитектор Носков. Я беру данные из Википедии. Автоторожно-рамный мост через реку Мойку в центральном районе Санкт-Петербурга соединяет 1-й Адмиралтейский и Спаски острова, объект культурного наследия России регионального значения. Связывает Царицын проезд с проездом вдоль Марсового поля. Мост находится в сосредоточении исторических мест непосредственно у Михайловского сада, Марсового поля и храма Спасного края. Поэтому, если будете гулять у нас по нашему городу, ну точно через него пройдете. Выше по течению находится 1-й садовый мост, ниже Малоконюшиной. Ближайшая станция метро, гостиный двор. В 1876 году на этом месте был построен мост на чугунных винтовых сваях. Пролетное строение состояло из железных ферм. Мост был предназначен для движения иконки. Пешеходное движение было запрещено. Длина моста тогда составляла 35 метров ширина 3,5 метра. В 1906 году произведены работы по укреплению моста. В 1932 по проекту архитектора Сандлера под руководством профессора Ильина построен трехпролетный балочный мост. Опоры были деревянными на свайном основании. Пролетное строение состояло из металлических двухтавровых балок. В 1961 году по инициативе инженера Степанова деревянное перимное ограждение было заменено чугунным художественного литья по типу решетки каменного моста через реку Тараканов у Нарвских ворот. Работы выполнялись по проекту архитекторов-реставраторов Бенуа, Полякова и скульптора Цыганкова. Я цитирую Википедию. Существующий мост был построен в 1966-1967 годах по проекту инженера Болтуновой и архитектора Носком. В 1998 проведен капитальный ремонт моста. В ходе работ заменена гидроизоляция, выполнена устройство переходных плит, демонтированы трамвайные пути, отреставрировано перименное ограждение, торшеры и детали художественного декора. Мост однопролетный, железобетонный, по статичной схеме трюкшарнирная рама. Опоры на свайном основании, публицованы гранитом. Фонарные торшеры в виде связок пик схожи с торшером первого садового моста. Ну вот так все вкратце о втором садовом мосту, который находится в центре достопримечательностей наших Петербурга. И вы точно его увидите, когда будете там ходить и рассматривать все то, что находится вокруг. И обратите внимание на второй садовый мост, о котором я вам немного рассказал. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин